Дорогие друзья, арт-кафе «Господин Ветер» категорически приветствует вас, и мы продолжаем вас знакомить с удивительными, эксклюзивными фестивалями, как и авторской песни, так и современной поэзии. Я с удовольствием представляю наших гостей, авторский дуэт Александр Сафронов и Юлия Матвиенко. Ребята, здравствуйте. 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 Начнем с песни. Поехали. Как хотелось праздникать, фейерверка шалостей, Кубарьем по осени, с верхних этажей, захлебнуться нежностью, задохнуться жалостью, Насладиться красками ярких миражей. Как хотелось искренним проливным желанием, Затопить все пристани, Грусти кораблю взмыть почтовым голубем, Пламенным посланием, пламенным посланием, Донести заветное, я тебя люблю. Но блестят колючие и глядят насмешливо, Буднично пугливые, карие глаза, Праздник не получится, отвечают вежливо. Праздник отменяется, Праздник отменяется, Повторят без зла. И взлетает голубь мой, Птицы непрекаянной, И зовет и крыльями, Бьется о стекло, Долегать не слышен был, Крик души отчаянный, А стекло узорами газоволокло. Но блестят колючие и глядят насмешливо, Буднично пугливые, карие глаза, Праздник не получится, отвечают вежливо. Праздник отменяется, Праздник отменяется, Повторят без зла. А так хотелось праздника, Фейерверка шалости, Кубарем по осени, А так хотелось праздника. Так получился праздник? Получился, конечно, получился. В Карелии. Да, с тех пор и получился. Саш, я знаю, что ты родом из Карелии. Да. Вот, из, откуда, если точнее. Из маленького города под названием Кем. Кем, да? Ну, кто не знает, если вспомнить фильм, Иван Васильевич меняет профессию, надо вспомнить, там, шведы все выпрашивали кемскую волость. Это самая кемская волость. Да, да, да. Откуда я родом, да. Это самая близкая точка к Соловкам. А с Костомукшей ты связан или вы вместе? Я там жил. Я там жил 6 лет и вел я там бардовский клуб. Я его вел в Дворце культуры. То есть ты преподавал что-то? Да, я там и с детьми занимался в подростковом клубе и работал в ДК. Сначала с сектором по борьбе, да? По работе с молодежью, да? А потом я там вел бардовский клуб какое-то время, пока я там жил. Потом уехал, подхватили другие ребята, друзья мои. Ситуация с творчеством, с авторской песней в Карелии, она как-то изменилась с тех пор? И какие, в общем-то, очаги такие серьезные, реальные творческие источники творческого возбуждения? Ведь все-таки есть Петрозаводск, столица Карелии. И есть, мало того, там тоже проходят регулярно какие-то концерты, мероприятия. Там тоже есть клуб авторской песни свой. Там есть несколько клубов авторской песни, есть юношеские, есть взрослые клубы бардовские. Фестивали, правда, каких-то заметных там я не вижу. Самое яркое пятно это все-таки Костомухша. Костомухша, то есть даже не Петрозаводска, да. А вот, в общем-то, ситуация как-то изменилась. Какой-то был, наверное, провал временной вот в этом бардовском движении. А сейчас все опять так потихонечку выруливается. И я смотрю, вот их клубов какое-то время даже и не было. В 90-е годы особенно. А сейчас как-то все подросло. Когда они затухали, да, сейчас как-то молодежь приходит. Вот молодежи много, надо сказать. Даже вот наш филармонический концерт в Петербургском был полный зал, нам было очень приятно. И молодежи было много. У них в клубах есть молодежь. У них есть и в Костомухше молодежь, и в Петрозаводских клубах молодежь идет туда. Они проводят свои какие-то мероприятия, у них совершенно своя творческая жизнь идет. И это, конечно, радует. Есть хорошие авторы там. У Саши, кстати, там вот он напоминал, он когда работал в Костомухше. Есть наши ученики Сашины там есть даже. Например, Рома Другалев, который тебе известен. Который сейчас в Хельсинке живет, да. Дима Усов. Дима Усов ведет гитару в Костомухше. В Петрозаводске есть несколько авторов, может быть, еще молодых, начинающих, но интересных. Есть там старики, которые... Вообще удивительно, вот я когда был в Карелии тоже, на этом фестивале в Костомухше, меня поразила посещаемость, поразила аудитория. Настолько доброжелательная, отзывчивая, что в Костомухше в огромном зале очень много людей. Казалось бы, такой маленький город, сколько это население-то? Сорок, ну, сорок восемь, можно узнать. И такой зал, и зал этот собирается, да? В Петрозаводске аншлаговый зал. Да, как правило, фестиваль собирает полный зал. Да, да, вот мы знаем два города, а еще вот что-то в Карелии происходит? Есть, есть Беломорск, где концерты проходят. Я там регулярно бываю, кстати. Сигежа там есть очень хороший клуб бардовский, есть авторы. Есть Сойярви, Сортовала. Там тоже есть люди, которые пишут песни, поэзией занимаются. Ну, собственно, они, конечно, достаточно разрозненные эти люди, но тем не менее, когда проходят какие-то праздники, бывают... То есть в маленькой Карелии, в общем, нормальная, плотная, насыщенная жизнь. Авторская жизнь, да? Да, творческая, конечно. Ну, и все-таки Петрозаводск, конечно, очень серьезно влияет на себя. Независимо от того, что Костомукша – это яркое пятно, это фестиваль. Вот ничем этих русских не задушишь. Ну, что это такое, да? Мы им там 90-е, мы им дефолт, а они все равно поют себе, да? Поют стихи. На самом деле, что Петрозаводск, что Костомукша – это же вообще такие культурные центры северные, да? Там же проходят не только авторские, авторские песни. Петрозаводск-то вообще считается культурные центры северные. Музыкальные фестивали, рок-фестивали там проходят. Там проходят камерные фестивали. В Костомукше проходят международные фестивали камерной музыки. Камерная музыка, международные. Приезжают звезды, Америка, Лондон, Италия. Ну, а где им еще что-то показываться? Да, как не у нас. Там-то у них уже не до искусства. Наш Большой театр, и Мариинка, кстати, тоже всегда там есть. Так, ребята, мы заговорились, давайте мы послушаем песенку. Тогда мы возвращаемся к Александру Воронину, моему очень близкому товарищу и другу. На части стихи тоже есть у нас песни. А это Эспетрозаводск. Да, «Орлом упала ночь». Мы пришли в разнос часы, Стал пеплом феникс, дым немного сладок. У нас не в равновесии весы, Воздушный замок наш пришел в упадок. Твой взор, два-те, Его ты очинял. Зачем-то острием вонзаешь в звезды, И выровнять весы до наступления дня. Хотя, возможно, но совсем не просто. Наверное, хочу я многого, увы, Мои слова как хмур, Твои как гири. Доказываешь мне с патетикой молвы, Что дважды два чуть больше, чем четыре. А ночь крыла примит, Ей скоро улетать. Весы в разнос, Вопросы без ответа. Наступит новый день, И я пойму опять, Что ночью в нашей жизни Больше света. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, наверное, всем немножко нелегко стало, чуть-чуть А в целом, наверное, мы как-то компенсируем какие-то возможные провалы Какой-то другой деятельности, может параллельной Ну, просто мы поняли, что если вот сейчас наш кризис в головах так застранит у нас И все, и куда деваться Просто мы понимаем, но мы идем дальше Мы решили использовать это время для, так сказать, каких-то собственных дел Записываем новый, готовим книгу, песни и так далее Мы идем и идем Мочка там лает, а слон, он все равно идет В фестивале все равно будет, караван идет Я вот еще думаю, в фестивале все равно, может быть, там немножко стало у людей Ну, бардов с концертами, может быть, стало немножко хуже Но на самом деле фестивали все равно пройдут сейчас Вот весь сезон они пройдут Потому что у людей, это вот часто бывает в городе, единственное событие Раз в год оно проходит Оно для них как бы центральное, может быть, году Инерционная фаза будет Мало того, они ждут этого, потому что хотят как-то отрешиться от всех этих проблем Приехать на фестиваль и видеть друзей Все равно все это будет Фестивали все пройдут, мы там везде, где мы любим, куда мы привыкли ездить Мы, конечно, везде там будем Вот этим летом, этот сезон Ну да, достаточно много Но лето-то оно все Саша бывает проезжает по 17-20 фестивалей за лето Я поменьше в связи с детьми, конечно Ну, до десятки тоже, я до десяти тоже проезжаю Ну, каждый выход Саша ездит чаще один, иногда мы ездим до этого Но из-за детей маленьких я не могу так много времени посвящить поездкам Как правило, лето это фестиваль, зима это концертный сезон Зима это концертный сезон И какая-то работа еще в студийное там своя Бывает, да, достаточно много Но просто они не так часто, как... Сколько у вас уже совместных дисков? Пишем третий Третий, да Совместно А в общем? Ну, у сольных у Саши, наверное, с десяток, наверное, есть даже больше Больше десятка, да Ну, если считать еще те, которые ходили еще на кассетах в 90-е годы, да Если считать их как альбомы, да, тогда они... Ну, почему бы и не считать это как альбомы? Ну, это, да, то-то работа... Сейчас это все уже не выпускается, уже так в архивном виде только Ребят, чтобы не заговариваться... Да Поехали Давайте поем Поехали Давай песенку в антракте споем Однажды мы написали скопланчику Песенка в антракте, поехали? И... Песенка в антракте Нас ангел водил по беспутной судьбе Мы рвали знакомств паутинки И каждый со временем выбрал себе Кафтан и колпак и ботинки И все это было с чужого плеча На вырост был не по росту И мы, лопача, топача, хохоча Прощали прошедшее просто Временем жеваны, клевые клованы Крутим судьбы колесом В мире рассыпчатом станьте Улыбчил и будет и вам колоссом И каждый из нас до небес доставал И нажил от этого грыжу И каждый из нас, несомненно, бывал И черным, и белым, и рыжим Коленки разбиты и сизы носы Но ушки всегда на макушке Мы реже и реже считаем часы И старость нас держит на мушке Временем жеваны, клевые клованы Крутим судьбы колесом В мире рассыпчатом станьте Улыбчил и будет и вам колоссом Временем жеваны, клевые клованы Крутим судьбы колесом В мире рассыпчатом станьте Улыбчил и будет и вам колоссом Контракт окончен Ну, коль уж он окончен Продолжим наш разговор Кого вы считаете своими учителями? Ну, Юль Давай ты Саша у меня учитель, конечно Ну, естественно, Юрий Львович Лорес Потому что это мой педагог И худрук моего курса В высшей школе деятелей сценического искусства Где я учился На мастерской авторской песни Вот, школа это при ГИТИСе Естественно, Юрий Львович Лорес Он мой прямой педагог Ну, кроме того, что он мой педагог Он еще и друг мой И, естественно, он, так сказать Ну, в творческих вузах часто Мастера становятся друзьями Друзьями, да Естественно, я его считаю своим учителем Ну, и Сережа Каплан, естественно Потому что 20 лет дружбы Это ведь дружба Она ведь дает много Тем более, когда человек мудрый С тобой дружит И смотришь на него И понимаешь многое Вот, со стороны, наверное, такие главные Ну, хорошо А вот до встречи С Лоресом С Капланом То есть, я так понимаю Знакомство с авторской песней Произошло гораздо раньше Там, может быть, в отрочистве Да, наверное? Вот у меня история такая Что я здесь, в Москве В общем-то, посещала Немножечко занятий Как в центре авторской песни У Костромина Так и, например, у Евстигнеева Александра Романовича У Лореса непосредственно Несколько уроков тоже Я таких мастерских нескольких была То есть, я сначала как-то начала Вот в такой московской среде Вот авторской песни Какое-то продвижение До тех пор Ну, вот до того, как встретилась Вот с Сашей Еще я, например, считаю Вот у меня Любимейший мой дуэт И Васи Ващенко Васильев Я у них многому, я считаю, научилась И в плане исполнительства Ну, если вы говорите сейчас О прямых таких учителях А вот о виртуальных 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 это классик Это классик Это Висбор, Никитин, конечно Это любимые У меня Галич Висбор, естественно Висбор, Никитин Я с детства, конечно Висбор, Никитин Высоцкий, вот это, наверное Такие, да Естественно Без них никуда А вот если вернуться к фестивалю в Костомукше Кто там считается Вот, скажем так В кумирах Кто из, скажем так Из местной среды Ну, я в данном случае Имею ввиду Не из местных авторов Да, понятно Кто из классиков там Кто там Кто из классиков Да, на кого равняются там Ну, там Целый класс Там есть людей Ну, кого поют там, да Например, там Кожловского Кого больше Поют, да Вообще там очень много Нет, классиков Вот я знаю, что клуб с Полохи Да, сейчас Они проводят целый спектакль По Высоцкому То есть они там Ну, все фанатеют От творчества Высоцкого Это нормально совершенно Да, да, да Конечно Вот, они там делают Целые такие спектакли Небольшие По бардам Высоцкий, Висбор Классика, естественно Девушки поют, конечно Там женщины Наших классиков Там Новелла Матвеева Вера Матвеева А мне нравится Как женщины поют Высоцкого Ну, да Есть песни, которые Удивительно Очень хороши Такое попадание Именно женского вокала В тему Высоцкого Ну, вообще есть такие Примеры Несколько Ну, некоторые песни Наверное Да Ну, как бы Авторская песня Карелия Она тоже основана Все-таки выросла На классической авторской песне На шестидесятниках, естественно Ну, а сейчас-то разброс, конечно Спектр, так сказать Тех, кого любят Достаточно большой Ну, и, в общем-то Конечно, уровень музыкальный И уровень стихотворческий Настолько подрос Что Зрителю тяжело выбрать Да И человек, который пришел В авторскую песню Ему все хочется И это, и это И у этого стиха Да, и все такое разное И все такое разное И каждый привносит Любые стильные направления В авторской песне могут быть Да, что рок-н-ролл, что блюз То джаз Что классический Так вот, как раз Авторская песня Тема хороша Что она Очень в этом плане А я хочу как раз сказать Что вот Каждый автор Индивидуально Привнося свое Оттуда, оттуда, оттуда Создает некое свое То есть у нас получается Не авторская Там не джаз В авторской песне А, допустим Там отдельно Авторская песня Козловского Авторская песня Витакова Авторская песня Попова Сафронова Получается Индивидуальность Все-таки Автора Создает Как бы Такой собственный Мини-жанр Мини-жанр Ну, конечно Художник Создает свой мир И тот, кому нравится Если он ярок Он становится Как бы Небольшим жанром Греша Донская Отдельная тоже Ну и так далее Вот такие люди Это да Это очень интересно Поэтому есть всегда Разнообразие С чего выбрать Не зря же говорят Когда-то еще Владимир Семенович Висоцкий говорил А вот Володя Бережков Шагает Теперь один из всех Вот Дай Бог здоровья Владимира Бережкова Писать талантливые стихи Я помню даже Как-то Митяев сказал Я же не умею писать Так, как Бережков Вот Поэтому я и стал Митяевым всего лишь А не Бережков Белая птичка Митяевым всего лишь 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 Мой ангел-хранитель устал, отдыхать полетел. Будет белый-белый-белый снег, как сто лет назад. Колокольный звон заберет нас всех, мы еще увидимся. Будет белый-белый-белый снег, как сто лет назад. Колокольный звон заберет нас всех, мы еще увидимся. Я знаю прекрасный налившийся осенью сад. И красные яблоки вновь над Москвою висят. И видно мне снизу сквозь желтую зелень листвы. Как белые птички летят и летят из Москвы. Будет белый-белый-белый снег, как сто лет назад. Колокольный звон заберет нас всех, мы еще увидимся. Будет белый-белый-белый снег, как сто лет назад. Колокольный звон заберет нас всех, мы еще увидимся. Колокольный звон заберет нас всех, мы еще увидимся. Лай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Обязательно увидимся и арт-кафе «Господин Ветер» соберет нас. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго. До свидания.